здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги с вами светлана соколова и добро пожаловать на мой видеоканал сегодня хочу вашему вниманию предложить ремонт ногтя нередко бывают травмы встречаются очень серьезные сегодня я вам хочу предложить ремонт ногтя средней степени сложности если вам интересно оставайтесь со мной получилась вот такая достаточно серьезная неприятная проблема треснул ноготок вместе со своим я сняла материал чтобы вы могли видеть то что ноготок вот здесь в стрессовой зоне родной ноготок треснул это вызывает дискомфорт неудобства боль я сняла весь материал с ногтевой пластины и оставила на кончике на потому что если прикасаться и слегка даже надавливать на кончик это вызывает болезненные очень неприятные ощущения здесь была бы травма с выступившей кровью то я рекомендую подождать 2-3 дня и после чего приступить к ремонту ноготка для чего же я сняла весь материал потому что при ударе большая часть материала в этой стрессовой зоне отошла от ногтя поэтому оставлять воздушный карман нет смысла и я убрала весь материал с ногтевой пластины оставив только на кончике теперь обезжирю ноготок я настоятельно рекомендую вам использовать для ремонта таких травм вот такой шелк ну такой или другой какой-то торговой марки это шелк для ремонта на почему же нельзя просто нанести материал новый на ноготок потому что когда вот эта трещина подойдет краю ногтя ноготь снова сломается поэтому я предлагаю усилить свой родной ноготок именно шелком это проверено это лучший способ держится ноготок гораздо лучше эта торговая марка предлагает шелк для ремонта ногтей на липкой основе я отрезала маленький кусочек примерно соответствующей травме и сейчас приклею на сухой ноготок этот кусочек приклеиваю шелк на ноготок именно на трещину излишки затем мы спилим пилочкой можно взять сухую салфетку и получше приклеить пилочкой для натуральных ногтей аккуратненько срежу излишки шелком тонким слоем нанесу базовый гель распределю его не доходя до кутикулы как вы видите шелк утопился и не видно его даже делаю я работу левой рукой это не совсем удобно даже кое-где смешно варил ноготок в лампу на две минутки после того как высохла база я смоделирую ноготок и нанесу камуфлирующий материал сушим в лампе две минуты высушила камуфляж и теперь вытираю липкий слой теперь запилю ноготок запилила ноготок и теперь пройдусь басиком сниму пыль и восстановлю дизайн ноготочка для начала перекрою ноготок вот такой гелевой краской в один тонкий слой чтобы дать небольшой мерцающий эффект ноготочку отправлю в лампу на две минуты высохла гелевая краска и теперь я на кончик ноготочка добавлю вот такие белые мерцающие блестки золотистым отливом после того как я нанесла блестки на кончик ноготочка можно пальчиком аккуратненько выровнять поверхность придавая зеркальный блеск ноготочку закреплю блестки в лампе примерно 20 секунд теперь перекрою финиши теперь отправлю лампу на две минуты высох финиш снимаю липкий слой наношу масло для кутикулы нет практически никаких болевых ощущений как было изначально остались какие-то небольшие остаточные такие неприятные ощущения на кончике ногтя но это скорее пройдет через пару дней это как бы наболевший такой синдром вот пожалуй все что я хотела вам показать по поводу ремонта ноготочка если у вас есть какие-то вопросы пишите под видео если это видео оказалось для вас полезным не забудьте поставить пальчик вверх увидимся очень очень скоро с вами была светлана соколова пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok